Вам сегодня предстоит большая, сложная операция. О том, что у него опухоль легкого, Иван Краснов узнал случайно, после флюорографии. Всю жизнь работал нефтяником в Нурладском районе, на здоровье не жаловался. Не думаю, что такое может со мной произойти 60 лет. После бани постоянно, в снег, сейчас дядьком три раза ныряем, что-то, даже не качаю, не чихаю. Иван Иванович сегодня доверился опытным хирургам с мировым именем. Аперировать мужчину будет Вадим Пищик из Санкт-Петербурга. Опухоль удалят через прокол. Этот метод подходит тем, чья болезнь не запущена и не требует химиотерапии. Будут удалять верхнюю долю с опухоли через две маленькие дырочки. То есть два маленьких доступа, поэтому называется видеоторакоскопическое. То есть мы выполняем операцию инструментами, смотрим на экран. Сегодня хирурги проводят несколько операций. Это уже другой случай. Академик РАН Владимир Парханов из Краснодарского края называет это агрессивным вмешательством. Блоком удаляют пораженные участки в легком, ребрах и позвоночнике. В Татарстане для такого сложного типа операций есть вся необходимая техническая база. У вас прекрасно, у нас такого нет, как у вас в онкоцентре сделан радиологический центр, пэт-скамер, облучение. Есть все то, чего у нас нет в Краснодаре. У нас губернатор пытается это сделать, но пока что этого нет. И мы в этом отстаем. Все проведенные операции направлены на скорейшее выздоровление пациентов. Вот этот, например, которому сейчас делают операцию, сможет самостоятельно подняться уже сегодня вечером. За ходом операции внимательно следят практикующие хирурги по видеосвязи. Могут задавать вопросы. Более 250 человек приехали на симпозиум из России, Европы, Азии, стран СНГ. Три дня они будут обсуждать международные стандарты лечения. О высоком уровне симпозиума говорит о том, что здесь есть возможность повысить квалификацию не только российским, но и зарубежным врачам. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ.